Тауслмас Хазна В 18-м году из Жана Семея в Кирику приехал серый и борец Абельмажин. Он знал русский язык, учился когда-то в школе. На одной из вечеринок Абельмажин встретил Майру. Они познакомились и решили пожениться. Вместе с матерью Майра переехала в Семипалатинск. Жители Семипалатинска, большие почитатели музыки, с радостью встретили знаменитую певицу. Весть о том, что Майра вышла за Абельмажина и приехала в город, быстро облетела всех. Абельмажин оказался четким внимательным мужем и Майра чувствовал себя счастливой, как никогда. Байские сынки и городская золотая молодежь завидовали их счастью. Им казалось, что нищий Абельмажин не достоин любви такой красивой и талантливой женщины. К тому же Абельмажин вращался среди рабочих, матросов, кочегаров и занимал довольно определенную классовую позицию. В его доме скрывался один рабочий, прибывший в Экибастус с революционным заданием. Полицейские долго выслеживали его и однажды нагрянули в дом Абельмажина. Майра заметила их окно. Абельмажины рабочие через тайную дверь незаметно проскользнули в сарай, а певица схватила свою гармонь и начала громко петь. Полицейские остолбенели, увидев красивую, изысканно одетую женщину. Они не решались ей помешать и слушали ее, как зачарованные. Наконец Майра окончила петь и обратилась к полицейским. Ее русская речь еще больше поразила их. Майра ответила, что никакого преступника она не знает и полицейские ушли ни с чем. Завистники организовали настоящую травлю. Они всю договорили о бедности Абельмажина, унижали его, стремились разлучить их. Равнодушие Майры их еще более бесило. И они прибегнули к испытанному оружию, к сплетням, к левете. Они стали распространять слухи о неверности распущенности Майры. И доверчивый простодушный силач подался этим сплетням, поверил им. Счастливые и безоблачные дни длились недолго. Абельмажин ушел от Майры. Этот удар подкосил певицу. Накануне она похоронила мать. Потеряв мать и мужа, Майра одна вернулась в Киригу. Личная жизнь не удалась, но в творческом смысле поездка в Семипалатинск оказалась плодотворной. Здесь Майра познакомилась со знаменитым певцом Амрея Кашабаевым. Амрея в это время бросил свою нудную работу сторожа Кожевиного завода и серьезно занимался искусством. Пел и играл на дамбре. Молодой певец и певица часто пели вместе дуэтом. Казахские песни преображались, обогащались, сверкались всеми красками в слиянии двух голосов. Лирика драматического тенора и сильного грудного мецца. Дуэт прославленных певцов принял слушателей. Уникальный голос Амрея произвел на Майру потрясающее впечатление. Хотя Кирику и Семипалатинск по нынешним понятиям стояли недалеко друг от друга, но в песенных традициях этих двух городов имелись заметные различия. Майра изучила эти традиции, научилась петь наиболее распространенные в Семипалатинской области песни «Аудемжар», «Ушдос», «Екожирен», «Агашаях», «Кузбарабан», обогатила свой репертуар. «Нет хода без добра», — гласит русская пословица. Если бы злая судьба не бросала Майру, то Ваул Чурмановых, то в Семипалатинске, творчество певицы, надо полагать, было бы значительно ограниченней. В репертуаре певицы были бы только одни городские песни и романсы. В Семипалатинске Майра познакомилась и с другим выдающимся певцом, исполнителем песен Абая Алмагамбетом. Песни великого Абая, столь непривычные для казахского уха, оставили глубокий след в чуткой поэтической душе певицы. Ее особенно поразило единство, неразрывность музыки и стихов в песнях Абая. Она жадно припала к живому, щедрому источнику мудрой абаевской поэзии. Песни Абая поражали Майру тем, что в них не было избитых, стертых, дряхлых слов, набивших оскомину в других песнях, что в абаевские мелодии нельзя было впрягать любые случайные встречные поперечные стихи. В них все было новое, и слова, и музыка, и ритмы, и размеры. Песни Абая в исполнении такого мастера, как Алмагамбет, обогатили Майру, научили ее многому, расширили ее репертуар. Хотя сплетникам-ненавистникам и удалось разлучить ее сабельмажинам, зато она обрела в Семипалатинске двух духовных друзей, наставников Амре и Алмагамбета. Родной город встретил ее с раскрытыми объятиями. Певица привезла много песен, талант ее еще более окреп. Всем своим неистовым сердцем певица отдалась любимому искусству. В городском клубе весело играла ее гармонь, ликующе звучал ее голос. Казалось, захолустный городок кирику, а жил с возвращением своего соловья. Но временами на Майру нападала тоска, неудавшаяся жизнь угнетала ее. В отчаянии она проклянула свой родной город. Она вспоминала свои недолгие и счастливые дни жизни сабельмажинам. Часто ходила в городской сад, где прежде встречалась с ним. Однажды, гуляя в саду, она вдруг начала напевать какую-то маленькую фразу. Чтобы не вспугнуть зарождавшуюся мелодию, она, ничего и никого не замечая вокруг, прибежала домой и, схватив гармонь, во весь голос запела новую песню, полную печали и тоски. Это песня об утраченной любви, плач и страдавшегося сердца, мольба верной и преданной души. Песня трагична по своей музыке. Эта трагичность, безысходность особенно чувствуется в припеве, где мелодия мрачнеет, становится скорбной. Майра назвала свою песню «Бахша» – «Сад». Бахша навеяна воспоминаниями о прошлом. Это редкая по глубине чувств и силе выражения песни. Замечательная песня Майры и Бахша демонстрирует образец новой самобытной профессиональной лирики – женской. Женская любовная тема широко представлена в народных бытовых песнях. Она развивается в лирических песнях, являющихся продуктом личного индивидуального творчества одаренных женщин. Однако особенность песни «Бахша» состоит в том, что здесь Майра смогла выразить тему женской любви, пользуясь средствами народно-профессионального песенного искусства, его яркой стилистикой. Кончилась гражданская война. Майра отправилась в другие города. В своих воспоминаниях Халибеку Анышпаев пишет, что в 1924 году в концерте, прошедшем в Семипаласинске в здании областного театра, участвовала и Майра. Организатором этого концерта был Мухтар Ауэзов, в то время председатель Губисполкома. В концерте и Олимпиаде принимали участие знаменитые певцы Амрэ Кашалбаев, Хали Байжанов. По свидетельству Калибека Куаннышпаева, первый приз разделили тогда Амрэ и Хали. Несколько песен исполнила Майра. В Семипаласинске Майра жила у одной женщины, торговавшей кумысом. Певица оказалась выгодной квартиранткой. Своими песнями она привлекала людей, которые, конечно же, предпочитали пить кумыс в музыкальном сопровождении. Из Семипаласинска Майра вернулась в Кирику, а вскоре отправилась в Баянаул. Репертуарь к тому времени у нее был очень богатый. Она мастерски исполняла Семипаласинские, Павлодарские, Баянаульские песни. Она почувствовала огромный творческий подъем и неутомимо ездила с места на место, всюду выступала с концертами. Кое-кого раздражали эти поездки и публичные выступления женщины-казашки. В это время появились слухи о Майре как о беспутной распущенной женщине. Майра же давно научилась не обращать внимания на сплетни. Она испытывала огромную потребность в публичных выступлениях, ясно понимала необходимость своего искусства. Ее приглашали всюду. Голос ее звучал на всех вечерах, тоях, собраниях, концертах. Майра снискала любовь и уважение народа. Летом 1925 года Майра приехала на знаменитую Кояндыкскую ярмарку. Здесь она встретилась со многими талантливыми людьми, выходцами из народа. На ярмарку прибыли многочисленные певцы, акейны, борцы. С большим успехом выступали на ней акейны Сабайзаков, борец-силач Хаджимукан Мунайт Пасов, певица Майра Шамсуддинова. Искрометные, полные лукавства и необузданные силы стихи и песни Исы, фантастические силовые номера легендарного Хаджимукана привели зрителей в восторг. И песни Майры тоже. Почти все песни Майры, записанные от певицы Затаевичем, требуют свободного дыхания, широкого диапазона, блестящего мастерства. Видимо, сама певица обладала в полной мере этими редкими природными данными. Майре принадлежит еще одно произведение в жанре песни-автопортрета. Это песня Толхама. В ней присутствуют привычные мотивы представления себя в указании на свое происхождение. Песни много нового по сравнению с аналогичными произведениями. Пожалуй, главное – это четкое формулирование своего особого места среди людей, осознание своей артистической предназначенности. Майра отстаивает и свое право на личную свободу. Горделевое ощущение своей независимости, человеческой и творческой незаурядности подчеркивается тем, что Майра не связывает свое искусство с поклонением родовым предкам. Выход за пределы искусства, рожденного родовым сознанием, обуславливается не только особыми обстоятельствами жизни певицы, но и эмансипацией музыкально-художественного начала. Своё творчество Майра связывает с полетом птицы. Вдохновенная музыка песни ярче слов передает состояние творческого взлёта, главную мысль произведения. Богатство и сложность музыкальных приёмов адекватны сложному, неоднозначному содержанию. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 Июнь 1926 года. Пароход шёл вверх по Иртышу из Павлодара в Семипалатинск. На пароходе находилась прославленная певица композитор Майора. Здесь её и встретил собиратель песен казанского народа Затаевич. Пароход шёл двое суток. Певица поднималась к Затаевичу в салон первого класса, пела свои песни, а знаменитый этнограф-музыковед записывал их. Затаевич был восхищён и песнями, и обаятельностью самой певицы. Встреча с Затаевичем взволновала певицу. Ещё недавно её преследовали за талант, унижали, травили клеветой и грязными сплетнями, а теперь её искусство становилось нужным. К ней обращался большой и известный человек, который внимательно слушал и записывал её песни, говорил добрые и ласковые слова. Это несказанно обрадовало певицу, окрылило её. В Семипалатинске Майора познакомилась с организаторами драматического кружка. Этот кружок стал основой будущего театра. Майора изъявила желание участвовать в драматическом кружке. Она мечтает играть в пьесах первых казахских драматургов. Руководители кружка убедились в том, что Майора не только выдающаяся певица, но и незаурядная драматическая актриса. Её с радостью приняли в труппу. Майора явилась редкой находкой. До этого времени на сцене женские роли обычно играли мужчины. Даже образованные передовые казахи-интеллигенты неохотно пускали своих жен на сцену. На женские роли приходилось приглашать круглолицых, розовощеких, тонкоголосых, стройных и невысоких мужчин. Правда, и среди мужчин многие блестяще справлялись с женскими ролями. Некоторые так искусно и ловко вышивали и пряли на сцене, что им завидовали все женщины в зале. В лице Майоры театр приобрел первую настоящую женщину. Но мечте Майоры не было суждено осуществиться. Тяжёлая болезнь, пережитое горе, подкосило её здоровье. Она заболела туберкулёзом. Болезнь быстро прогрессировала. В концерте народов СССР, организованном через год в Москве, она уже не могла принять участие. Сатаевец тяжело переживал эту весть. Вскоре Майора окончательно слегла, и в 1929 году выдающаяся певица, одна из зачинателей казахского театра, Майора Шамсудинова, после долгой и изнурительной болезни скончалась. Затаевич записал у Майоры 13 песен. Все эти песни свидетельствуют об огромном таланте певицы. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ На этом мы заканчиваем нашу передачу. Желаем вам всего самого доброго. Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Ходжаева и этномузыковед Салтанат Ермекова. ПЕСНЯ Вы хотите прикоснуться к сокровищнице казахской культуры? Приобщиться к чудесным казахским песням? Слушайте передачу Салтанат Ермековой «Таусалмаз Хазна». Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова Салтанат Ермекова